всем привет как я уже и обещал сделал я следующее видео на тему настройка смарт хаб итак для того чтобы настроить смарт хаб вот первое что нам надо это как я уже говорил в прошлом своем видео создание новой учетной записи ну она у меня уже создана давайте сейчас выйду из этой учетной записи покажу как это делается как создается новая учетная запись все мы вышли и давайте создадим новую учетную запись для этого мы заходим в меню выбираем смарт хаб учетная запись samsung и вы видите все функции неактивные кроме вход и создание учетной записи вот мы выбираем создание учетной записи попадаем на страницу создания учетной записи вот тут нам надо согласиться с условиями политики и выбираем далее кому интересно можете почитать вот что вам нужно сделать это просто вот в это поле айди ввести имя пользователя не девелопе а просто девелоп все после этого выбираем готово ну мне сейчас говорит что этот электронный адрес почты уже используется в качестве другой учетной записи samsung то есть если бы у вас не была создана эта учетная запись то у вас бы она была бы создана а так как у меня уже создана мне выбило такую табличку все будем считать что вы создали учетную запись дальше что вам нужно сделать допустим чтобы попасть в смарт хаб смарт тв вам нужно нажать такую цветную клавишу смарт хаб на пульте вашего телевизора выбрать вот допустим samsung apps и вы попадаете на страничку непосредственно смарт тв вашего все теперь для полноценного использования естественно нужно войти под учетной записью которую вы создали девелоп как я это делаю проще всего я уже в прошлом видео говорил нажимаем на пульте клавишу voice и произносим войти все распознала выбираем вашу учетную запись которую вы создали девелоп и ждем когда мы все вот информационная панель нам показала что мы вошли далее мы допустим в стоковом нашем смарт тв у нас вот этих всех программ не будет а будут стандартные программы там youtube мегаго диван тиви facebook и там еще у кого какие появятся программы вот все остальные программы вы можете поставить по категориям да категории и вот выбираете видео игра спорт стиль информации образование дети допустим информация для того чтобы установить какую-то программку вы просто вот допустим яндекс на возьмем выбрали его нажимаете загрузка тут показано вам сколько у вас использовано памяти в вашем телевизоре ну и можете ориентироваться там сколько у вас осталось сколько вы еще можете установить все как вы видите программка уже установилась сейчас мы посмотрим появилась ли она у нас здесь на панельке до появилась вот она все отлично но вот бывают моменты когда не можете посмотреть на мегаго потому как он там большинство там платно все диван тв тоже самое надо проплатить то есть чего-то вы не посмотрите здесь собранные ресурсы в основном бесплатные и вы сможете просматривать допустим много чего интересного вот как установить вот этот фортплей и так для того чтобы установить программу стороннего разработчика фортплея вам нужно создать домашнюю сеть это для начала делается это так устанавливается может быть у вас уже стоит маршрутизатор вай-фай или с подключением через интерфейс ethernet вот неважно вы должны значит сделать две вещи первое настроить телевизор подключить к вашему маршрутизатору чтобы они были в одной сети и ваш ноутбук или компьютер чтобы они тоже были в одной сети значит ваш маршрутизатор настроен сеть состояние сети ну понятно у меня подключено по беспроводной сети автоматически присваивается нам тот айпи адрес который нам нужен то же самое можно автоматически получить айпи адрес на вашем компьютере допустим вот здесь настройки айпи как вы видите вот шлюз у меня 11 айпи адрес 17 значит мы работаем сейчас в одной сети с шлюзом также само у меня настроен компьютер вот мы работаем в одной сети то есть тут просто на компьютере у меня другое значение вот не семерка допустим там восьмерка все у нас настроен телевизор и компьютер в одну сеть дальше когда вы уже завязаны на один маршрутизатор на компьютере вы должны запустить специальную программку называется сервер в описании к видео я дам ссылочку на эту программу там вы можете почитать почитать как и пользоваться этой программкой в общем запустили в эту программку это сервер вот туда под подтянули вашу программку стороннего разработчика ford player для телевизора вот запустили его и все значит вам на мониторе покажется айпи адрес вашего вот этого сервера запущенного на компьютере дальше для того чтобы в телевизор начали подтягиваться вот эти про вот эти программки вы должны долгим нажатием и удержанием клавиши центральной на пульта на какой-то пиктограммке ну я вот на ford player навел вы можете на другую навести и вот выскакивает вот такое меню здесь вы должны айпи сеттинг выбрать и набрать айпи адрес айпи адрес который указан у вас на на мониторе компьютера или ноутбука там будет вам указано что сервер имеет вот такой вот айпи адрес все введете после этого после этого у вас еще ничего не появится здесь ничего не появится а чтобы появилась вам надо сделать еще одну манипуляцию долгое нажатие на пиктограммки и вы должны выбрать вот это вот старт юзер апп сын вот после этого у вас начнут подтягиваться все программки которые вы вы выберете в своем значит сервере запущенном на компьютере но очень существенная поправка чтобы у вас все корректно стало вы должны как я говорил в начале видео войти под учетной записью develop после установки всех программ вы должны еще раз выйти из нее и опять зайти и тогда у вас появится там программки сторонних разработчиков вот которыми вы спокойно будете пользоваться и так кому было полезно данное видео ставим лайки подписываемся на мой канал до скорых встреч в следующем видео я расскажу вам более подробно о программке for player покажу вам как им пользоваться вот и какие ресурсы вы сможете смотреть используя данный плеер